Привет, друзья! Очень важно, потому что я как раз таки готовлю специалиста, у меня друг-психолог, который будет работать с наркоманами. И вот я ему хочу сказать, что, во-первых, эндорфин, вся аптека есть внутри человека, от природы. Вся эволюция развития человека воспитала в нём аптеку внутреннюю и воспитала в нём гениальность. Каждый человек по природе разумен, гениален и имеет хорошее сердце, здравый смысл по природе, пока его не испортили. Например, наркотики. Потому что, когда человек начинает пить или курить, или наркотики какие-то принимать, внутренняя аптека отключается. И он потом чувствует дефицит этого ощущения, и поэтому всё время стремится снова-снова пополнить этот внутренний магазин. Но для того, чтобы отвязать наркомана от наркотиков, нужно, во-первых, ему объяснить, что метод ключ – это приёмы, которые включают внутреннюю аптеку. Вот этот эндорфин. За счёт того, что человек начинает делать раскрепощающие действия синхронные текущему состоянию. Например, хлёст, например, лыжник, например, шалтай-болтай. Все эти приёмы, которые в синхрогимнастике у нас есть, и в методе ключ есть их большее количество. И человек, выбирая себе то, что ему подходит, именно подходит 100%, как говорят, его текущему индивидуальному состоянию, снимает блоки нервно-мышечные, зажимы и штампы мышления, стереотипы, и открывает в нём его природную сущность, человечность, творца. То есть по существу, когда человек применяет эти приёмы, они не только снимают стресс, они не только помогают человеку успокоиться, они открывают в нём эту человеческую сущность, творческую сущность, творца. И поэтому ему все дела, которые он потом решает в жизни, удаётся делать успешнее, потому что у него уже творческий подход. Когда он подбирает себе эти приёмы путём перебора по принципу метода ключ, то он развивает креативное творческое мышление. Он начинает уметь и понимать, и чувствовать инстинктивно, как же решить этот вопрос какой-то сложный у него в делах. Наиболее простым, эффективным методом, как подобрать эти действия уже и в работе, и в жизни. Меньше уставать, больше работать и получать этот эндорфин, это чувство удовольствия. И поэтому психолог, конечно, он профессионал, он должен знать, что пользуясь этими приёмами синхрометоды ключ, открывает у наркомана, с которым он работает, способность чувствовать кайф, чувствовать удовольствие, открывает у него таланты, способности, которые были заторможены. Он открывает эти таланты, и поэтому он прямо говорит наркоману, слушай, есть метод, который откроет тебе твои способности и твои возможности, которые у тебя заблокированы. И ты будешь когда заниматься, раскрытием своих способностей и новых возможностей, о которых даже не подозревал, с помощью этих приёмов ты будешь получать кайф. И на время отвыкания от наркотика, время от времени делая эти упражнения и приёмы по методу ключ, ты будешь себя поддерживать. И ты в состоянии зависимости выйдешь в состояние независимого человека, совершенно самодостаточного, творческого, потому что самодостаточность и уверенность в себе, ясность ума во всех стрессовых ситуациях, и работать с неопределённостью, когда человек не знает, что надо делать, а нужно быстро принимать какие-то завершения, потому что жизнь-то и есть многозадачник. А ты научаешь человека решать вот эти вот большие запутанные вопросы, потому что ты обучаешь её с помощью этих приёмов развитию интуиции, этот внутренний компас, и самое главное – пробуждение совести, совести, нравственности, духовности, обаятельности. И наркоман твой, когда вдруг понимает логически, что эти хлёст, например, лыжник, например, помогают ему решать вопросы не только перед соревнованиями или перед какими-то встречами важными, но на самом деле открывает его таланты и способности, так он по-другому к этому относится, к этим приёмам, потому что многие смотрят YouTube, например, наш канал, или в школе человека будущего новичок пришёл и говорит, у меня такие сложные вопросы, как я могу их решить с помощью похлопывания? Он не может логически связать, он же новичок, он не вошёл ещё, не посмотрел наши ролики и не знает, чем мы занимаемся. Логически не связывается. Конечно, не связывается, потому что это разные уровни. А когда он посмотрит вот этот ролик, новичок, он поймёт, что надо посмотреть несколько роликов на канале, да, надо заглянуть в сайт Стрессу, там большой архив, и подготовки спецназа, и подготовки олимпийских чемпионов, и обучение художников снимать шаблоны, потому что каждый художник, он творческий человек, но у него тоже накапливаются стереотипы в практике своей работы. Как по-новому посмотреть на холст, как по-новому включить вдохновение, каждый раз заново омолаживаться. Да, друзья, до встречи!